Веселина Попова разминается с подругами в ожидании приглашения к старту. Ее стаж в биатлоне и лыжных гонках 9 лет. По опыту знает, что бег по лесу и по стадиону очень отличаются. По стадиону ты бежишь по резине, то есть там одна техника бега, а вот когда выбегаешь в лес, тут подъемы, там какие-то кольщики, нужно за этим следить, там голеностоп, а вот на стадионе такого вообще нет. Если медведя увидишь, что будешь делать? Драться по лесу. В воскресенье в Ямовском лесу встретились лыжники, биатлонисты, хоккеисты и просто любители бега в любых его проявлениях, чтобы пробежать предпоследний этап в первенстве Соликамского округа по кроссу «Ямовский лыжник». У нас традиционное мероприятие, проводимое Федерацией лыжных гонок Соликамска. Сегодня, несмотря на не очень хорошую погоду, у нас более 60 участников, и это не может не радовать участников разного возраста. Я думаю, что сегодня все у всех получится. Соревнования названы так, потому что для лыжников и биатлонистов летом спортивная жизнь не встает на паузу. Результат лыжника зависит от его подготовки летом. Поэтому у нас идут сейчас объемные сборы, где у нас спортсмены тренируются, готовятся к лыжному сезону не только в городе Соликамске, но они и выезжают в другие города. У нас выбрана такая лесная трасса, лесная трасса, где мы, конечно, зимой катаемся и проводим соревнования летом. Девушки и совсем юные ребята бегут 1700 метров. Подростки, юноши, мужчины – 2,5 километра. Взрослую дистанцию побежит участник различных марафонов и забегов Семен Кун. Ребенка, к сожалению, не смог поднять с кровати. Поехал только один. Он говорит, дочь, папа, зачем тебе это надо? Ну, дочь остановился, мы заказали такую погоду, поэтому можно пробежаться. Ну и дистанция такая скоростная. Для того, чтобы развивать скоростные такие качества, надо пробегать такие дистанции тоже. А то все на большие выбегает. Пока взрослые готовятся стартовать, молодежь уже финиширует. Хоккеист Саша Губин показал второй результат, уступив лидеру всего 5 секунд. Чуть-чуть было непросто, но все равно я терпел. Некоторые подъемы давались тяжело. Ну, надо бежать сначала не быстро, потом только ускоряться. Надо бежать в одном темпе. Один из тренеров-легкоатлетов, который пришел поддержать своих воспитанников, считает, что чем сложнее трасса, тем лучше. Трасса очень хорошая, подготовленная. Ровного места нет. Подъемы, подъемы, подъемы и спуски. Ну, еще плюс сегодня добавился, как бы дождик прошел. Интересно будет, будет скользко очень. С трассы никто не сошел. Количество финишировавших равно количеству стартовавших. Все результаты занесены в протокол, который мы разместим рядом с этим сюжетом в нашей группе ВКонтакте. А третий и последний этап кросса лыжников состоится в конце августа. Тогда спортсмены смогут оценить динамику своей летней подготовки, а самые быстрые получат заслуженные награды. Антон Старостин, Елена Трошкова, телекомпания Соль-ТВ.